Всем нести уровень подключения. Подключение доступно. Так, доброе утро. Мы сейчас уже нести уровень подключения к сети. Так мне вообще обидно. Подключение доступно. Хорошо, добро я сейчас этот самый. Всем доброе утро. Попробую сейчас подключение к сети. Подключение доступно. Хорошо, дорогие друзья. Всем доброе утро. Что-то мы сейчас перешли на новую локацию. Это теперь у меня в кабинете будем вроде проводить. Потому что молодежную организацию расформировали. ее перевели в другой но вернее они переехали в другой офис на самом деле там где проводил занятия они сейчас переехали в другую офис подальше другое помещение и мне стало неудобно и я сейчас буду проводить здесь вот из кабинета вот хорошо значит поехали да у нас сегодня 26 глава и 26 глава 18 отрывок идет с 18 отрывок спасибо 18 отрывок очень непонятны вообще непонятно 18 отрывок он звучит так к митла тимитла аллеа айурезе ким хитим вам а вот как тот кто метла лэ такое странное слово метла лэ а он в общем как бы поднимает дословно это он поднимает и зажигает вот так тот кто поднимает и зажигает странное слово айурезе ким хитим вам а вот он стреляет потом зетим это искрами он стреляет хитим он стрелами стреляет а потом он стреляет вам а вот потом он убивает вот смотрите да иногда бывает ну слышишь вроде все слова знакомая ничего непонятно да тот кто зажигает поднимает стреляет он искрами стрелами и убивает непонятно теперь а единственное что понятно что вначале идут и в идет искра потом идет стрела потом убивает ну то есть идет как бы увеличение интенсивности это точно понятно но без следующего отрывка непонятно то есть все становится понятно из следующего отрывка и в жизни часто так бывает что когда ты что-то например слышишь от кого-то или что-то ты делаешь тебе непонятно но тебе чтобы стало понятно нужно сделать следующий шаг и станет понятно и это у меня очень большой совет вот многие люди они например не могут цель поставить там себе вот они мучаются годами там все вместо того чтобы мучиться годами сделай шаг и посмотри сделай действие посмотри то есть каждый следующий шаг открывает тебе совершенно новую реальность тестирование надо все тестировать пробовать следующий отрывок нам открывает суть предыдущего значит в девятнадцатом отрывке 26 главы сказано так не не сказано так смотрите также человек который обманул ближнего своего и сказал а вот я я просто посмеялся тоже чуть-чуть стало понятнее но еще не совсем значит получается так тот кто зажигает и поднимает он как бы как будто бы бросает в начале искорки потом стрелы а потом уже а потом убивает также человек который обманывает ближнего своего а потом когда его обнаружили что он обманывает он говорит что что он пошутил значит нас предупреждает царь соломон и тора нас предупреждает что люди которые обманывают это как только начало их пути да то есть если он обманул там в мелочах даже там пришел не вовремя мини обман то есть но звоночек так куда вот вы человеком начинаете договариваться о чем-то да он значит пришел не вовремя ну звоночек ну бывает с тем не бывает да потом он вам сказал что о я заболел а вы узнаете что не заболела забухал ну тоже вроде забухал заболел как бы оно близко как-то да потом и так далее и так далее то есть когда идет негативная всякая такая история ну обман это первая негативная история которая каждый обман потом тяжело поддерживать потому что ты чтобы поддержать один обман должен еще соврать еще соврать еще соврать и он говорит что также как человек который начинается все с того что он зажигает он бросает искорки а потом пойдут стрелы а потом он убьет также обманщик который обманывать начал а потом значит чему может прийти а ты его поймал он говорит я пошутил так царь соломонов говорит он не пошутил это это как искра уже была теперь дальше двадцатый отрывок идет как бы раскрутка этой же истории то есть тут подряд идет несколько они как бы связаны между собой бф с этим тех бээш когда нету этих этим это деревяшек когда нету деревяшек то погаснет огонь погаснет огонь то есть как огонь может гореть без деревяшек не может у бээн нерган у бээн нерган и нету когда жалобщика и шток мадон значит замолчит замолчит ссора и суд то есть так дальше нам он переводит в историю такую то есть если человек обманщик то он он где-то тебя подведет очень сильно у меня тоже была участие вспоминаю была такая история там люди одни они тут чуть-чуть опоздали там опоздали там не то сделал там вроде и так друзья хорошее все потом заняли у меня денег и не отдает до сих пор хотя сказали отдадим завтра а уже прошло полгода ну если бы я это проучил в то время то я бы по тем этим первым звоночком понял что человек который обманывает в мелочах он обманет тебя и по крупному человек который то есть но я к сожалению это не учил и на это не обращал внимание сейчас я уже стал на это обращать внимание вот если я с кем-то там планирую партнерство какое-то или еще так далее да или даже есть когда принимаешь кого-то на работу есть тестирование то есть ты даешь человеку пару тестовых заданий и по ним видишь ну его суть понятно да теперь значит дальше у нас переводит в ситуацию очень сильную такую да есть очень много людей которые жалуются и вот те которые жалуются они как бы это как искры потому что если он жалуется он все время может из этой жалобы потом может вырасти искра что такое жалоба жалоба это она мне если я на например на жору жалуюсь да вот жора там шумит например по клавишам так колбасит вообще прям шум идет то есть это это скрытое нападение потому что каждый раз когда его выставляешь как бы я жертва типа он не мешает этим своим клацанием а он назначит получается и жертва есть 2 кто вторая сторона агрессор значит что это мне дает это мне дает право ему отомстить моральное право да то есть а он тут мне не мешает тут не мешает тут не мешает значит я уже разойму 100 долларов и не отдам почему же он мне мешал до этого понятно да то есть вот этот жалобчик это скрытый скрытый агрессор то есть он на весь мир а как бы этим он показывает что он обижен обижен на мир но он себе как бы открывает возможность всех ненавидеть и всем потом мстить то есть жалобы это очень плохая вещь теперь бфс и тимтих бээш когда нету деревьев гаснет огонь а когда нету вот этого жалобщика замолкают все суды и ссоры потому что мы уже учили в мишле до этого мучили так что значит когда есть ненависть так разгорается суды а когда есть любовь так даже когда другое делает преступление оно покрывает это преступление понятно да то есть она покрывает все шаим то есть даже если у человека например ребенок там но мама любит ребенка да и ребенок взял там налил на нее я знаю что молока на ее там туфли новые что мама его будет если она его любит она его простит а если она его не любит а если соседка налила молока на те же туфли то же самое действие но нас соседка может там есть конкретный скандал устроить так хорошо теперь дальше следующий двадцать первый отрывок пэхам ли гехалим вейцимля эш ве иш мидяним лихархар риф значит пэхам ли гехалим значит ну он использует ту терминологию которая в то время была очень используемая значит как раньше отапливали дома дома отапливали так брали значит вот эти вот деревяшки их поджигали и когда они превращались в угли уже такие они подсохшие такие были на огне их тушили эти угли продавали эти угли назывались пэхам как сейчас вот для шашлыком продают угли эти угли потом легко зажигаются так вот эти вот пэхам они из них легко зажечь угли то есть костра из них не зажжешь то есть из из вот этих вот углей можно зажечь горящие угли но не костер не огонь и цимля эш но из деревяшек можно сделать огонь теперь вы иш мидяним человек который такой он ну любит судиться он такой резкий знаешь судится вот кто нас резкий судится биньоны да мне кажется такой резкий или он не резкий но не выглядит как резкий но есть эти люди которые выглядят как кресли и которые готовы в любой момент сразу там зацепиться и им только слова скажи они сразу такие они агрессивные мореха да так вот эти вот люди медианим люди которые ссорятся лихархары риф они все время они вызывают гнев и ссору то есть вокруг них все время ссоры теперь а значит тут еще есть есть намек на следующий вопрос значит намек на следующий вопрос вот человек вот человек значит он он внутри он ежи жалобщите которые снаружи жалуются есть жалобщики которые внутри жалуются если люди которые ссорятся открыта а есть люди которые ссорятся как бы они внутри все на нервах такие знаете什么 это не на нервах Я на нервах весь. И вот эти, которые на нервах все, они про себя, они прям проклинают других людей и все. Так вот, вот это вот, здесь на это идет намек, что такие люди, они очень себе вредят. То есть они очень сильно себе вредят. Почему? Потому что та мера, которую человек меряет, меряют ему с неба. Человек соединен, он соединен на земле с другими людьми. Каждый человек соединен с небом. Теперь, значит, у каждого человека есть вот этот вот, ну, выход в духовные миры. Теперь, допустим, вот Рути, да, ее там кто-то обидел. И она внутри, вот козел такой там, она так снаружи улыбается, типа, знаешь, все. А внутри думает, вот козел, чтоб тебе там, например, там Рути ноги оторвало, знаешь, все. Потом, ну, чтоб тебе там, ну, в общем, как-то она на него плохо подумала. Потом она подходит к зеркалу, смотрит, у нее прыщи пошли. Не дай бог, да. Почему у нее прыщи пошли? А потому что тот гнев, который был внутри ее, она же внутри, внутри этот гнев себя оставила. Гнев превратился в биохимию организма. А на небе она послала сигнал. Та мера, которую человек меряет другим, меряют ему с неба. И за какие-то ее там проступочки, ей, значит, с неба послали исправление. Причьи в виде исправления. Понятно, да, идея? Поэтому вот эти вот все и жалобщики, и гневливые, они все, они против себя работают. То есть они работают против себя, создавая невыносимую жизнь. В первую очередь себе, а потом всем окружающим. Понятно, да? Теперь, значит, и в зависимости от того, насколько этот человек резкий, то вероятность возникновения скандала рядом с ним, она вырастает. То есть если он сильно резкий, то скандал обеспечен. Типа скандал заказа же. У меня есть там знакомые некоторые, да? Есть знакомые некоторые, которые прямо вообще... Мы с ними когда-то тренировались вместе. Две девушки, близнецы. Так они ездят на такие Porsche Cayenne, они со мной одного возраста, им сейчас по 45 лет, на Porsche Cayenne с бейсбольными битами. И они просто устраивают драти, прямо на улицах устраивают драти. И как-то ей не уступил место на парковке охранник мэра города Харьковского. Так она прямо у них драка была с охранником. То есть для них нет авторитетов вообще. Это девочки. И там, где они появляются, там, значит, это, знаете, как драку заказывали. То есть они реально такие вот очень, как сказать, активные две девочки, да? Хорошо. Теперь дальше. 22-й отрывок. 22-й отрывок. Диврей нирган митлаамим в эм ярду хадрей бэтэм. Значит, что здесь говорится? Слова вот этого жалобщика, они зажигают. Они зажигают. Вот как раз теперь понятно, с чего все началось. Помните 18-й отрывок? Кэмитла лэа. Вот это слово странное. А здесь тимитлаамим. То есть слова вот этого жалобщика, они зажигают. Зажигают. И что? В эм ярду хадрей ботен. И они спускаются в глубину живота. Что за в глубину живота они спускаются? Вот смотрите. Например, этот жалобщик, он заходит и начинает жаловаться. Например, там, Алик начинает жаловаться на жизнь. И он, значит, жал. Вот все козлы и все достали. И как меня достало это? И весна это. Это что, весна называется? 1 марта. Это что, весна такая? Чтобы у них всю жизнь такая весна была, какая они нам сделали эту погоду. Это правительство вообще, да? Это Украины. Когда они уже наворуются. Значит, он пожаловался на погоду, на правительство, на все. Потом, значит, он, Алик, например, кому-то, и он на него начинает жаловаться. Вот ты, значит, и кому-то рассказал про него. А эти слова, они заходят человеку в глубину его сущности, в живот как бы. Когда говорится в живот, то они проникают слова в организм. И дальше Алик уже забыл про то, что он пошел дальше жаловаться на другие аспекты реальности. А человеку они зашли в живот. И он, значит, сидит и крутит их у себя. Крутит он, крутит у себя. И дальше он может эти слова выкрутить в очень плохую историю, да? То есть в очень такую страшную историю. Я, например, вот слышал одну историю, как, значит, во время, во время, ну, катастрофы фашисты забрали еврейскую семью одну. И забрали еврейскую семью, и там была девочка лет 12, и мальчик ее, брат маленький, там, 5-7 лет. И пока они там ждали, они что-то играли на улице, и потом их бросили в вагон. И этот мальчик, он забыл, у него спали туфли. И она, эта сестра, она была там, на него кричала, и она его даже ударила, и она прямо вообще на него так злилась, что как же так, он потерял туфли. И потом их привезли в концлагерь, их разделили, и, ну, в общем, оказалось, что после войны осталась живых только она одна из всей семьи. И она всю жизнь, она думала, как я могла его так, ну, последняя встреча, как я могла ему сказать вот эти все плохие слова. То есть, ей всю жизнь не давало вот это вот покоя, то, как она с ним рассталась. И она решила с тех пор говорить людям только хорошие слова, каждая встреча только хорошие слова. Но тут же есть второй аспект, что человек сам, он живет в мире, ну, в своем внутреннем мире, и он в этот внутренний мир впускает какие-то слова, и дальше они у него начинают жить, как бы, в его животе, в нем самом. И вот это вот опасно, общаться со всеми этими жалобщиками, со всеми этими гневливыми и так далее людьми, потому что, когда их слова попадают в тебя, это как семена, как сорняк. И ты потом с этим сорняком должен жить. А как его убрать из себя, ты не знаешь. И здесь очень такая интересная, ну, получается, сложная ситуация. Вот, например, есть близкие люди, да? Близкие люди, они живут вместе, там, муж, жена. Они, когда женились, пообещали друг другу, будем там вместе, в горе, в радости, там, все, люблю навечно, там, все. Как есть анекдот такой, что, ну, это не евристый анекдот, это как бы венчание в церкви, венчание в церкви. И этот их поп, он говорит, венчается раб Божий Василий и страх Божий Василиса. Это я специально пошутил, чтобы повеселее было настроение. Так вот, и вот они повенчались, повенчались. И они, значит, или там поженились, стояли они под хупой, неважно. Бывают разводятся и те, и те бывают разводятся. И почему они разводятся? Потом они, когда в разговоре, они могут друг другу сказать неприятные какие-то слова. И дальше эти слова, они как сорняк внутри живут. И один говорит, о, ну, там, она ему сказала, ты, например, там, ну, там, жизнь с тобой ад. А он такой, все, значит, жизнь со мной ад. А она так сказала, да все, значит, я там с ней видеть ее не хочу, до свидания. Вот Маша мне такого никогда бы не сказала. Он себе придумал Машу мифическую. А Маша, она, конечно, никогда не сказала, она с ним не жила, так она бы и не сказала так. А пожила бы, может, Маша еще хуже бы ему сказала. То есть человек живет в мире слов, в мире слов. И когда он уже эти слова, он из себя выпускает, он может не подумать. То есть каждый придает словам разное значение. Но когда человек обобщает, говорит плохие слова, они потом, вот тут написано, Диврейнерган, слова жалобщика, они поджигают. И они спускаются вовнутрь, в живот. И все. Что с этим делать? Значит, ну, мы на этом давайте подумаем, что с этим делать. Что с этим делать, непонятно. Вообще непонятно, что с этим делать, я вам сразу скажу. Потому что человек живет в мире слов. Человек живет в мире слов. И, значит, ну, есть, как бы, если ты это понимаешь и отделяешь слова от реальности, то тогда тебе легче. То есть ты понимаешь, что слова это не настоящее, и что твой мозг, который оперирует словами, это просто как эго, как компьютер такой. Но когда ты это понимаешь, ну, этот же компьютер все равно у человека, человек же, он растет с детства. У него слова, они связаны с эмоциями. А эмоция это уже не, это уже реальность, это энергия. То есть если слова это миф, то то, что человек чувствует от этих слов, это факт. То есть это уже становится биохимия, это становится уже важным, ну, это становится реальностью. Поэтому и говорится, что слова, они спускаются в живот. Потому что слова-то не могут спуститься в живот. Но энергетика от слов спускается, человек чувствует эту энергию, эту эмоциональную энергию. Если человек испытывает стабильно негативные эмоции, тогда у него проблемы начинаются. Как быть? То есть здесь, опять же, можно сразу негативщиков, этих жалобщиков посчитать больными. То есть, понятно, на больных не обижаются, вот человек больной. Но тогда тебе придется отделиться как бы внутренне от многих своих родственников. И тогда это уже не близкие люди. То есть если ты от них отделяешься, то это не близкие люди. Если ты их воспринимаешь, то ты как бы пьешь яд. Как здесь быть? Непонятно. Вообще непонятно, да? Значит, ответа у меня нет. Ответа у меня нет. Значит, ну, как говорится, Тора нам дает хороший вариант, хороший вариант, что когда, если человек женился, у него жена хорошая, так у него рай на земле. Если жена плохая, так у него ад на земле. То есть он как бы искупил все свои грехи. Как с этим быть? Значит, ну, есть люди, которые реально любят там тренироваться, бегать в марафон. Это тоже тяжело. Значит, может быть, полюбить вот этот вот негатив, как тренировочное средство, чтобы на него не поддаваться. Это вариант, что ты тогда это воспринимаешь как зона роста. И есть в Талмуде такая история, как один из мудрецов Талмуда, он попросил, у него была жена, которая все делала наоборот ему, все. То есть она ему, и он как-то попросил у нее там, дай мне овсянку, например. А она ему, когда он просил овсянку, всегда давала там жареную картошку. И сын уже подрос, он говорит, папа говорит, так давай скажи мне жареную картошку, она даст овсянку, давай наоборот. Он говорит, нет, сынок, это мне, говорит, исправление. Ну, типа, вот так пускай и будет, как есть. Значит, то есть возможный вариант действительно поменять свою на них реакцию и не воспринимать их как, то есть воспринимать их как тренировочное какое-то средство, которое тебе Всевышний посылает для того, чтобы ты вырос, исходя из этого. Вырос, стал вообще такой неуязвимый, Рэмбо, который вообще для жалобщек, да, сколько угодно, жалуйтесь, вам же хуже, да. Да, типа, плохие вещи на меня говорите, великолепно вообще. Вам же хуже, это вам я не нравлюсь, себе-то я нравлюсь, все отлично. Может быть, такой вариант подойдет. Значит, это очень актуальная тема. В общем, желаю вам хорошего, всего хорошего, да, шаббат шалом. Давайте сделаем вывод. Ну, первый вывод, что нужно понимать, что это все как искры, которые могут привести к смерти. Вот сейчас мы поняли, с чего мы начали. 18-й отрывок, все остальные отрывки его расшифровали. То есть, 18-й отрывок, что тот, кто поднимает и зажигает, он как стреляет ночами искрами. Потом эти искры могут превратиться в стрелы, а потом они могут убить. Это вот первая как раз была, да, такая как схема, а потом она расшифровывалась. И нужно понимать, что вот эти вот все жалобщите, негативщите и так далее, это как, ну, то, что зажигает огонь. Вопрос, можешь ли, во-первых, нужно сразу понимать, что каждый из нас тоже в какие-то моменты превращается в жалобщика и, ну, и нападает, и агрессивно, и неправильно говорит, и обобщает. Это первое. И это нужно вначале работать с собой, чтобы у себя это убрать. Второе, нужно понять, что это как огонь, и как на спичках написано, что спички детям не игрушкам. Нужно быть осторожными с теми людьми, то есть предельно включать осознанность и сразу включать вот эту вот защиту, что человек неадекватный, он может тебя зажечь, и ты должен быть все время осторожен, чтобы не зажечься, да. Ну, и, конечно, идеальный вариант был бы, чтобы таких людей избегать, но часто это невозможно, потому что часто бывает, что эти люди наши родственники, и очень тяжело их избегать. Все, шаббат, шалом, удачи, успехов, и всего хорошего. Все, всем пока, напишите свои выводы.